Здравствуйте. Здравствуйте. Придите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Места общественного питания мытища всей Московской области в целом теперь доступны не для всех посетителей. Прийти на деловой обед или провести вечер в уютной обстановке ресторана теперь можно только при наличии QR-кода. Его необходимо показать на входе, а также предъявить паспорт. Ничего сложного нет, немножко непривычно, что в таком ритме приходится жить. Но привыкаем потихонечку. Если требуется, так скажем, для здоровья грязан, для нашего здоровья, так скажем, приходится. Тут ничего не поделось с этим. Получить QR-код в личном кабинете портала госуслуг могут те, кто полностью прошел процедуру вакцинации. Новые правила обязывают руководство предприятий следовать нововведениям. В первую очередь регистрируется предприятие, которое заявляет, что будет работать и будет допускать в зал, в том числе, своих гостей по QR-коду. Первые дни, конечно, когда была массово востребована эта услуга, то подвисала и плюс еще не понимали, как нам дойти до последнего шага. Я еще раз хочу подчеркнуть, последним шагом регистрация iMoscow. И тогда вы попадаете на портал госуслуг и уже заявили о себе, о том, что вы работаете и ждете гостей по QR-коду. По статистике, в летнее время количество посетителей ресторанов уменьшается. А в связи с новыми ограничениями гости практически полностью отказались от посещения подобных мест. Конечно же, количество посетителей упало практически до нуля, потому что народ почти поголовно оттягивал вакцинацию. Соответственно, кодов практически ни у кого нет. И вот только-только сейчас начинают люди вакцинироваться, получать коды. И я думаю, что как минимум на месяц это процесс организационный затянется. Выручка снижается в десятки раз, а некоторые кафе и рестораны и вовсе прекратили свою деятельность. Таких 12 процентов. Напомним, в мытищах насчитывается 278 объектов общей ПИТа. В свободном доступе сейчас работают летние веранды. Здесь посещаемость хорошая. В зале же могут находиться только те гости, у кого есть QR-код. Персонал заведения по-прежнему должен работать в масках и перчатках. С определенной долей скепсиса. Думаю, не совсем эффективная мера. Каждый законопослушный гражданин, думаю, должен соблюдать раз такой закон. Очень жесткий. Нет телесобралности этого. А вообще ходите в такие заведения, в рестораны, в кафе, ну как-то посещаете? Да. Это не повод прятаться и бояться. Сейчас многие рестораны выживают только за счет доставки. Напомним, если кафе или ресторан обслуживают в зале посетители без QR-кода, их действия попадают под статью «Нарушение правил режима повышенной готовности». Штраф за такое деяние составляет до 300 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...